Как создать богатую и наполненную смыслом жизнь? Общество диктует нам такие условия. Чтобы быть счастливым, вам нужно добиваться своих целей. Устроиться на классную работу, заработать побольше денег, иметь красивое тело, найти партнера, завести счастливых и здоровых детей, жить в большом доме, иметь крутую машину и ездить в отпуск за границу. Цели, цели, цели. На самом деле, это правда. Когда вы достигаете цель, вы действительно получаете момент счастья, удовлетворения и гордости собой. Но как долго он длится? Как быстро вы перейдете к следующей цели, а затем к следующей и следующей. И если вы живете, стараясь достичь одну цель за другой и так далее, жизнь становится тяжелой и утомительной. Цели, цели, цели. Узнаете себя? Но есть радикально иной способ жить в вашу жизнь. Это жизнь, основанная на ценностях. Или ценностно ориентированная жизнь. Представьте ситуацию. Трехчасовая поездка в парк аттракционов. Два ребенка на заднем сидении в машине. Первый ребенок ориентирован на цели. Мы скоро приедем, мы скоро приедем. Сколько еще ехать? Всю дорогу он находится во фрустрации. И все, что его волнует, это парк аттракционов. То есть цель, куда он направляется. Второй ребенок имеет ту же цель. Он тоже хочет попасть в парк аттракционов. Но он находится в контакте со своими ценностями. Любопытством, приключениями, весельем. Поэтому он с интересом смотрит в окошко. Читает машины одного цвета. Удивляется тому, какие разные бывают загородные дома. Замечает разных животных, коров, овец. Засматривается на интересные грузовики и машины по пути. Он по-настоящему наслаждается дорогой до парка аттракционов. То есть до своей цели. Итак, они одновременно доехали до парка аттракционов. Они оба провели замечательный день, так как оба достигли своей цели. Но первый ребенок всю дорогу провел во фрустрации. А второй прожил стоящее и наполненное смыслом путешествия. Позже, по дороге домой, первый мальчик все продолжал. Мы скоро приедем, мы скоро приедем. Он был фрустрирован и сосредоточен на цели. Второй ребенок в это время удивлялся тому, насколько мир выглядит иначе в темное время суток. Он замечал горящие глаза кота где-то в темноте, свет и тени на домах. Но давайте рассмотрим другой исход. Допустим, по дороге в парк аттракционов внезапно ломается машина. И вот, оба недостигшие цели ребенка разочарованы. Но зато второй ребенок получил удовольствие от самой насыщенной поездки. Итак, эвакуатор забирает машину и везет их домой. Первый ребенок все продолжает. Это не честно, я хочу в парк аттракционов. Я хочу на аттракционы. Второй ребенок в это время обращает внимание на то, как с первого сидения эвакуатора мир вокруг выглядит иначе, когда ты сидишь высоко над другими машинами. Вот отчетливая разница между ценностно ориентированной жизнью и цели ориентированной. Когда вы живете ценностно ориентированной жизнью, у вас есть жизнь, наполненная смыслом. И она приносит удовлетворение на каждом шагу в сторону целей. Тогда вы получаете удовольствие, независимо от того, достигнете вы цели или нет. А вы получаете удовольствие от самой дороги до цели? Пишите в комментариях. Увидимся! Это видео переведено проектом «Чистые когниции».